слышите какой-то хорлей поехал комаров жесть сколько но мы сейчас они поедем посмотрим на наши фонтаны музыкально да как они там называется на русановке еще там ни разу не были как она выглядит не знаем так что сейчас поедем это не как раз где-то 8 30 начинает работать русановский фонтан находится на русановке это такой у нас райончик в киеве есть и получается нам с гаража на окраине туда ехать 20 перед выездом я подтянул немножко сцепление оказывается он подтянул очень сильно и мне сейчас просто неудобно есть поэтому вот этот попускаем это у нас контргайка друзья вот это контргайка мы не пропускаем двигаться горячим и вот эти вот винтом прям к регулируем но запустили фонтаны в этом году и работать они будут каждый день кроме понедельника потому что понедельник санитарный день ну а мы выбрались туда где-то около пол десятого пока постояли вот сейчас около десяти часов вечера как вы видите на ливопережке у нас все равно даже в это время пробка ничего мы в этой копке их учесть не будем потому что нам немножко ну а вторник среду четверг 5 суббота воскресенье они будут работать грубо говоря с момента когда потемнеет до 11 часов вечера ну и насколько я слышал что в праздничные дни и выходные они будут работать до 24 ну а то прикольно я думала конечно не знаешь что тут что-то не как длинница глин-тургин киевляне и как они не знали что то есть что смотрим а это походу тут что-то можно кальянчик какой-то покурить до цели знаешь куда надо идти он лишь там какая-то смотровая какая-то пеня ну я не знаю там люди ходят какие-то пошли туда ну так это надо наверно верхом типа подъехать надо по-любому поделать 15 по фокусу и ехать вот прям вообще в ту сторону то есть такое ощущение что тут раз два три 4 5 6 7 8 или 9 а в ту сторону 4 не хватило у вас 3 велосипедисты что это за группа такая какие-то туристы это у нас раньше на троещине была группа еще лет 15 назад 10-15 назад была группа которая катала вот по этому маршруту по которому мы с тобой на мотоцикле ездили типа через погребы борис барвары и вот эту вот всю ерунду и она называлась типа дожены лося что-то типа того я так понимаю что это похоже ну или 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 не гонилась а или догонилась а типа такого знаешь ну что кто-то там лось кто может тот быстро едет а кто не может от догонилась а блин я это что-то такое припоминает и про велосипедистов самый прикол что я думал что они музыкальные или я вроде сказал даже что не музыкальные но нижних я не музыкальный просто световые как это сказать светящийся называется кто подписан посмотрит на эти stories скажет мнение мы еще не фоткались 33 stories не не тоже мы не фоткались а как фоткать не знаю сходкой меня вот чтобы я чтобы я вставил этот момент типа как я должен тебя сфоткать просто типа как как чем я должен тебя сфоткать час от мы еще не фоткались а вот типа не вот как до этого было нет наоборот вот так типа ну у тебя опять вот эта фигня сырье она перекручена или вообще с ними нахер эту сумку и давай мы бля вообще приехали кататься или фоткаться едем едем там еще была такая фраза сейчас сейчас одну фоточку и едем в общем и потом полчаса мы фоткались на одном месте не то что там переходили куда-то в сторону просто на одном месте потому что то одно то другое то третье а там света там фонтаны перестает работать и так далее и так далее в общем ребята эти соц сети это просто такой ужас вот раньше представляете приезжайте вы вот сюда даже там самое в мире красивое место и у вас пленочный фотоаппарат ну шо вы одну две фоточки сделали на память и все и поехали домой а тут нет так ножка так ручка так голова и так далее так далее поехали поехали кто считает что соц сети зло давайте ставим плюсик в комментариях и давайте рассказывать свои подобные случаи когда вы прям уже аж вам надоело фоткаться но вам надо было стоять и фоткать и фоткать и фоткать ну да ладно все хорошее и все даже плохое такое когда нибудь заканчивается поэтому сейчас мы заканчиваем фотографироваться садимся на мотоцикл и едем домой по дороге мы встретили какого-то чувачка вот такого же у него слова и чувачка просто мужичка на каком-то чопере честно говоря в чоперах я не очень разбираюсь тем более с такими пофрами с такими с таким весом но звук прям у него прикольный давайте послушаем и 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 потихонечку-потихонечку доехали прямо до гаражей. Ну что, ребятки, а видео-то не про это, видео-то про Урсановские фонтаны. И стоит ли сюда приехать и на это посмотреть? Да, для жителей Киева, конечно, не стоит. Стоит ли сюда ехать из других городов, чтобы посмотреть на эти фонтаны? Ну, тут вряд ли. Но место прям прикольно. Если вот так вот вечерком прогуляться, подышать свежим воздухом, посмотреть на фонтанчики, как они светятся и как работает, то прям прикольно-прикольно. Ну что, вот такой вот видосик. Что еще хотелось сказать, что у нас на канале такие, наконец-то, уже больше 500 подписчиков. И через время, я думаю, на этой неделе, может, на следующей, мы таки забабахаем с вами стрим. Ну, а пока всем удачи, всем ровный дорог, без приключений, без штрафов с этих наших новых камер. Так что, все, всем пока. Пока.